Здравствуйте, с вами ZL.biz, а мы продолжаем осваивать пуш-уведомления. В прошлый раз мы обсудили самый главный вопрос, что такое пуш-уведомления. Давайте повторим. Пуш-уведомления это полный бесплатный аналог SMS-сервиса. Они используются как в браузере, так и в мобильных приложениях, а также это мощный инструмент для привлечения и удержания лидов. Вот, собственно, и весь краткий экскурс. Для более подробной информации смотрите наш предыдущий ролик. А сегодня давайте приступим ко второму не менее популярному вопросу. Как настроить пуш-уведомления? Здесь все предельно логично и понятно. Аудиторию, которая должна получить сообщение, можно таргетировать по определенным параметрам, ориентируясь на настройки, язык браузера, языковая версия сайта, на которой сделана подписка на рассылку, тип устройства, десктоп, мобильный часовой пояс, населенный пункт, страна. Настроить таргетинг можно и по другим сегментам, сведения о которых собираются при подписке на уведомления. Важно знать, что детальной персонализированной информации о пользователях, такой как их пол, возраст, овладеть не получится. Сбор этих данных системы не предусмотрен. Оно вам и не нужно, ведь те сегменты, которые предоставляются, может вполне хватить для качественного таргетирования. В настройке пуш-уведомлений есть некие особенности, а именно возможность выбора времени отправки рассылки, возможность планирования нескольких рассылок, которые будут по очереди отправлены в конкретное время, возможность выбора продолжительности показа от нескольких секунд до нескольких дней, как долго пуш-оповещение будет висеть на экране пользователя до перехода по ссылке, закрытия или самопроизвольного исчезновения, возможность установления жизненного срока пуш-уведомления, если в течение указанных секунд, минут, часов и дней пользователь включит ПК, ему придет пуш-рассылка. Например, допустим, жизненный срок пуша составляет неделю. Если пользователь появится в интернете даже спустя 5 дней, после отправления ему уведомления с сайта, пуш все равно будет получен адресатом. Возможность получения пуш-оповещения пользователям на его рабочем столе, даже в случае, если браузер у него закрыт, несмотря на осуществление рассылки через браузер от имени сайта. Также хотим дать вам пару полезных советов. Владельцам блогов мы рекомендуем осуществлять рассылки, когда появляются новые материалы. Те, которые специализируются на витринах с купонами, товарами, кэшбэком, не должны отправлять пуш-уведомления чаще двух раз в неделю, при наличии веских оснований, конечно. Исключениями можно считать рассылки новостей, хроника происшествий, политические, спортивные события и тому подобные, или актуальные информации, погода, курсы, валюты и так далее. Так как в подобных случаях важна срочность и оперативность. Такие пуши можно запускать и несколько раз в день. Итак, теперь вы знаете, что такое пуш-уведомления и на какие моменты стоит обращать внимание при их настройке. В следующих роликах мы с вами обсудим, зачем нужны мобильные пуш-уведомления, и как правильно их рассылать. С вами был ZellBiz. Если возникли дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях, ответим на все. Подписывайтесь на нас в соцсетях, рассказывайте о нас друзьям, и ждем вас еще. Пока!